во первых кому не поебать на меня в 2019 кроме человека с ником сармат обосрался егор почему опять депутат от лдпр ну так получилось пирается дата то есть и мне как бы как без партийного руку не протягиваешь а я должен был это мокрое как будто стримы на который приходится депутат от лдпр я просто должен пояснить что депутат лдпр пил вообще на эфире с тобой а то вдруг мне а ты не смотрел самый топовый момент был когда значит у него там какие-то фсошники а есть пиво не для женщин то есть мы типа стрим хорошо начался как бы с самого начала да может быть банка банка значит пробка бутылка и что там еще да и соп даун он пил у него тот тупый момент был когда значит сзади сидели фсошники какие-то и вот его там и скажите а кто сидит сзади а он тогда какие-то так нарисуем труп короче зачем зачем ты оделся как депутат власов при этом не знаю что тебя еще сегодня приняли в партию дпр тени они вроде как это скажешь не приму пока я на самом деле перед стрим уже показал мэду испортив сюрприз фото его членского билета лдпр чеснер в сбор не верю мне кажется photoshop на самом деле давайте сейчас даже включу хотя с другой стороны то будет как типа рекламу дпр они нам пока что еще не платят мне не надо не надо зачем конечно это же документ его потом распечатают и будут меня себя за меня выдавать как ты не знаю как найдутся умельцы да то есть ходить то есть и шутить про жопу как медисон как вообще относишься к тому чем мы тут занимаемся а я блять понятия не имею чем на самом деле но в целом положительно наверное но кроме тех случаев когда 30 на всякий случай скажешь что я не одобряю но и не осуждаю потому что трудно сказать определенно но и безусловно мы с друзьями когда уже можно в думу были различные события безусловно следили за новостями именно из спутника и погрома когда там были какие-то действия боевые где-то граф плюханистер добром вам век всем вечера и удачного стрима поздравляю с принятием в лдпр и кажется меня уже из мэш или давайте королеву на это сильно набухаться ходят слухи что однажды не за это упали штаны но я бы сказал что надо поздравлять не с принятием лдпр а скорее с принятием лдпр бэдисоном то есть как бы он вот я сейчас на самом деле ребят могу сказать что штаны упали то что сейчас спину лечу но уже несколько дней пока не могу стримить к сожалению прохожу разные процедуры касательно лдпр то я не знаю мне уже показали фотографию билета но человек с которым мы договаривались он еще позавчера меня пугал что может и не примут и так далее я уже 2019 год сидит мэдисон волнуется что вы не примет в лдпр дожили для меня это ваш для идейный лдпр витс блин я же тебе показывал я буклеты читала зачитываться еще дали еще когда он значит ты показывал просто это фото где значит значит юноши несет жириновского на матрасе и ты показал что вот вот видишь вот я вот сзади вот там не очень видно на фото ну ты знаешь по устам нужно я кстати не одобряю эти приколы и мне кажется но это глупо я вот например да вот да там кстати был донат про моих подсосов так далее я вот любил где заново его не может и любой как вот мэдис всегда рассказал как он будет молоденьких мальчиков ласку и сигала в бане вступление в лдпр был вопрос времени если вам так нравится эта тема бани вам она кажется смешной не я ее педалировал между прочим я могу сказать что действительно как я водил и ласку и сигала в баню и ласка даже случайно я с его трусами уехал но перепутали когда переодевались здесь что нормально попарились от здоровый образ жизни очищение тела нравится очень нам сидеть в этих вот такая бочка знаешь на улице стоит с хвоей там сидишь письками потому что это очень похоже на цыган интеллектуал то есть как аксюмал расскажи ты просто мути и крайне подходящих для как бы я могу говорить как мы за русских везде всегда и там еще за русских без словно ну раз я в лдпр то конечно за кого какой-то татарин русофил вам бы лишь посмеяться а вот я на самом деле знаете кто еще собирается вступить я слышал кто я не буду показывать нет я не собираюсь тебе не спросит то есть ты хочешь конечно когда тебя достигает значит лдпр там уже как бы вопрос как там встает лишь вопросом кто кто как бы констрироваться я знал что меня сегодня будут троллить на эту тему зайди нас забанен короче я также размыто отвечу вот давай вот это вот прочитали я присади рыжего душит пиздец он абсолютно не понимает что при помощи темы может двигать правую повестку в массы вместо этого рак и кринж ну по поводу правой повестки я сразу хочу сказать что я к ней никого отношения не имею на всякий случай я левак лгбт-активист и интернационалист мульти мульти дурали сегодня как был дпр принялась был дпр другие абсолютно направленности это я от себя говорю сейчас касательно того что он может двигать ну блин мне кажется зачем это показываешь я да он всем своим существом как бы двигают эту вот идею про которую вы говорите поэтому и так люди которых заинтересуются я еще не знаю кто из нас здесь популярнее на самом деле право а в чем она состоит ну типа право ну давайте просто объяснять идеи там право идея там либерально-демократическая идея тут уже самом названии понятно что вот когда мы готовились к стриму как бы публиковали о том что ты придешь к нам я встречала такие комментарии когда там кто-то начинал писать что да вы кого забьете а он там против донбасса и того и так далее соответственно твои все зрители за тебя начали засыпаться говорили что благодаря мэду я стал русским националистам как ты думаешь каким образом ты смог повлиять на это видимо один из тех с кем из динамо гоня в 2000 при этом и кстати я ушел от этого движена как бы люди просто как делать они смотрят на меня на красиво русскому мужчину статного да допустим и говорят вот я хочу быть таким как он на сейчас я нами не идеально подхожу я не могу меня тут спина болит я не могу уже быть таким спортсменом подтянутым как раньше но в любом случае я своим вот этим образом русского аполлона привлекаю людей вот и они соответственно задумываются каких-то своих корнях и так далее но ничего лишнего никогда ни в коем случае без зря сменитесь программа жириновский писал том числе константин крылов илья изложил вкратце за жить и вкратце блиц вашу позицию по вопросам легализации оружия когда у тебя позиция активно или пассивно насчет давай давай снизу начнем вопрос налоги налоги значит население самозанятое облагаться налогами не не должно вот налоги на роскошь на высокие зарплаты да то есть налоги должны быть прогрессивными так коммунист вот я говорю то есть социалисты еще и национального я пытаюсь угадать блять в этом блице хоть один прогрессив прогрессив прогрессивные налоги это не отдельный хорошо если хочешь я могу ответить что я за вас режим со средней азии ну тут надо как бы блять а хер узнаю кстати ну ну хорошо нужны ли виза средней азии ты не знаешь я считаю виза с великолепной азии стоповая я бы отменил значит и чтобы мы в японию могли летать я ником и так сказать делиться мудростью веков хорошо как это относится к легализации наркотиков крайне отрицательно я считаю наркотики но если только сам надо ли расстреливать наркомана что нельзя за так же я не загрузки против тогда я конечно же против что как можно вообще легализация с маленького наркотика начинается большой но со совсем малюсенькие наркотики я ничего сказать не могу как бы к совсем малюсенькие какие ну это кстати еще не признан наркотиками кстати но пока что пока что нет ну вот я уже делал вас его написал чтобы он признал что вы с ним с наркотиками да и он будет это делал конечно а ты будешь голосовать как бы хорошо я проголосую потому что ответственность я найду а школьники вот не за их прежде всего жалко наркотики до сервиса проституция до лидера блять потому что ничего тупее чем блять криминализации проституции быть не может это ну это реально глупо ну в том плане ходить пизду это говорить вообще а чем сейчас занимается ну хорошо у нас не легализована проституция в итоге ты нефтью торгуют газом сейчас торгуют своими жопами начатом бейте на это как разоматного ну то есть ты блять приходишь забираешь талантливого китайского математика 18-летнего за которым будущее да как бы то есть пока и пока ты значит сказал закладку с ним то есть он уже как бы пошел как бы три пары кроссовок это российские стереотипы это позитивный стереотип это как что все русские сильные блять негативный стереотип это абсолютно другое легализация оружия а вот тут конечно вот это серьезный вопрос я бы вот если честно я не знаю оппозицию но я бы все же запретил блять помнишь как бы то сан-андреас там надо было значит завивать шерифа штата огромный фиолетовым гилда вот огромный фиолетовый дилда надо легализовывать до фиолетовый дилда беззвобно те наружи да какая разница но что же смертельное оружие просто нашим людям знаешь тогда таких как соколов не то чтобы наши люди как-то по-особенному относится к оружию но я вот я не хочу понимаете жить в каком-то страхе вот меня и знакомый который живет в америке и когда я подавал на green card то я спросил вот три пункта которые тебя в реконе он живет который тебя калит в америке вот сказать скажи и он на второй поставил то что там легализовано оружие игру уже все этим гордитесь типа и он говорит а мне страшно вот моя живу в спокойном районе и у нас каждый месяц два раза как минимум стреляют не горит страшно может просто твой знакомый кретин который у всех окружающих выбешивают ему как бы не страшно жить в америке ну да слушать я тогда тоже против легализации оружия просто почитал ваши донаты я очень хочу вступил значит в утята галаковского и значит день через годик через два мы бы значит прочитали прекрасный пост дмитрий евгеньевича про тебя то есть я просто значит предвкушаю ну что этот мэдисон если меня действительно приняли в лтбр я до сих пор в это не верю но я могу утята не примут это короче знаешь как в муровенде то есть ты не можешь как бы состоять во всех великих домах блять это действительно напоминает рпг в каком-то смысле что типа если ты вступил в эту партию то воры уже тебя не примут холопский то youtube мэр спасибо за расцвет русского интернета как насчет смены курс лдпр на монархическое национал консерватизм как те патриотизм власова и родзаевский какой-то его фашизм я не знаю о чем речь на самом деле с проблемой и какой у вас имеется ввиду тоже непонятно патриотизм возьмешь на собственный контроль я просто не склассно делаю то есть в мэдисон то есть смена депутатом я не я даже не уверен что я вообще член лдпр мне троллит по моему показывал фотошопной хуйней но даже если это действительно так то я всего лишь лент я член и не более я полностью поддерживаю тот курс который выбран сейчас мне кажется он наиболее молодежный наиболее адекватные даже в том же сам шоу малахова как ни странно владимир вольфович очень грамотно выступил хотя мне всегда казалось что он не особо понимает но как бы суть произошедшего но нет когда он дал полностью ответ стало понятно что он понимает вам очень умный владимир вольфович очень хороший будем за него голосовать потому что сказал мэдисон суши реально будет спешить они возьмут депутатом сделают но типа кто-то в отставку из нынешних депутатов уйдет я думаю хоть в отставку то значит добровольно слагать полномочий я думаю что может может я думаю что мой билет уже выкинут потому что я пришел к тебе на эфир хотя власов же приходил значит я могу не выгнали из партии вот этого я не знаю его докрутили до самого первого доната потому что власти ли уже власов как ни странно наиболее вот он действительно адекватное впечатление докрутили до самого первого мы все это самое а почему почему не единая россия ну я во первых не люблю коммунизм я думаю это всем очевидно особенно кто играл мая коммунизм коммунизм что мне тоже но мне он просто не начали они пытаются строить но не нравится мне коммунизм от проснулась он слушает хорошая идея то есть так и тогда я был трезвым я бы еще не хочу чтобы это все в пьяную политату скатывался от меня нравится коммунизм не на это советский союз и так далее я не хочу выглядеть как какой-то человек который пытается агитировать или еще что-то если у коммунист это ваш выбор но мне вот границ мне особо почему бы я не стал вступать в кпр почему бы я не стал вступать в единую россию я считаю что пожилая партия который не пытается от ориентироваться на молодежные веяния лдпр в этом плане намного более прогрессивно тот же влас посмотрите это рядом вот назовите мне хотя бы одного единоросса молодого который был бы симпатичен людям который ну не не был бы вот каким-то мудилой грубо говоря им уже давно надо заботиться тем что вы знаете своих навальных так сказать но неважно кого реально работает навальный но чтобы их как бы педалировать показывать потому что на но они не могут потому что большинство там вы плавают на яхтах дети они не хотят этим даже заниматься лдпр это молода будущем молодая партия людей которых есть активная гражданская позиция сейчас лучшего варианта просто нет я как угодно представлял себе визит мэда к нам на стрим кроме того что сидит пьяный мэд и агитирует за лдпр то есть вот так как как вот это вот из всех возможных вариантов вы можете агитировать ни за что вы можете не создавать свои партии не создавать ящейку ничего на конечном итоге вас либо запретят на самом деле это хорошо не не это глупость какая-то может ты веришь что там через 10 лет вам вернут возможность организовать какой-то рне или еще что-то я просто не понимаю чего вы ждете сеньор помидор блять кто бы троллил блять депутат и рад и рад этому а егор когда быстрокова будет отдельный стрим у меня на канале хани мэтт приходите на твиче буду прям спортивного билета спортивного билета буду блять водку закидывать себя как настоящий русский человек за что они кстати могут из партии за публичное бухание не буду бухать никогда но один сок ашин наливали на самом деле но как между нами да я не знаю что наливали стеклянные бокалы такого знаешь как бы такой стеклянной бутылки как бы но как в принципе похоже на виноградный сок в некотором роде как бы это есть виноградный сок потому что в конце стрима сидел вот так но просто некоторые депутаты любят сок знаешь как бы некоторые нет я тоже кваском балуюсь ну я бы сказал о пересмотре только приватизации приватизации как бы ну я хотел об этом сказать я вспомнил что меня в лдпр сегодня приняли я хуй знаю хотя бы пересмотрим приватизацию не закона все вернем но не народу и не власти а нам будем воровать сами настоящий настоящий вы хотели честных депутатов чем идея в чем идея мы возьмем кто плеть там будет работать мы возьмем людей они будут работать мы будем делить по-честному без на да это занимаешь но и право когда ты сейчас будешь в госдуме где то есть подойдет валуф и может там предъявить за спортсмена который во власти оказался поговорим я ему спрошу вот ты в госдуме ты хотя бы хоть одну монографию ты читал про александр третьего блять чемпионом с тяжелым и весом не насчитать говорить я не уверен то есть он может общаться жестами не уверен на сто процентов что этого достаточно чтобы быть но как я знаю что проверяет на то чтобы они хотят я считаю что определенное количество образования хотя бы должно прокутить образовалась у меня конечно до школу закончил и это хороший я не верю что валу школу ну какую-то средних разведчиков какой-то я учился наверное не взяли бакуительный тогда только средне но это уже ебать нет мы должны прийти поэтому мы должны прийти блять на круглый стол в лдпр и заявить мы возьмем ваши деньги мы сделаем игры блять которые будут интересны русскому человеку и что же это будут за игры особенности национальной бани помнишь такой фильм был не было такого фильм были охоты рыбалка я верю стойте погодите блять и вы хотите мне сказать что особенность национальной бани не существовало насколько же некомпетентные рядом со мной собеседники сидят даже госпожа м блять не знает она особенно потому что я пошутил это потому что вы постоянно шутите над лдпр с позиции бани мне приходится защищаться я сам не хочу мне бы они нравятся мэтт над лдпр мы шутим с позиции бани за тебя ты в этом виноват нет ни в коем случае потому что когда ты сказал что тебе предлагают лдпр а я пошутил и символом лично такую же сообщение про то что блять я ваню с ним сегодня сегодня пьяный блять сяду в свой майбурь и дальше приходит ко мне на стрим депутат власов и полчаса до стрим пока выставляем я должен будет про баню просто беспредельно должен был полчаса как я должен был сообщить баня я должен был я сижу более красный чем сейчас своим идейным друзьям о том что человек хочет над ними длинным и плотским конечно мэдисон не под камеру рассказывал не воспринял таблетки как бы просыпается с утра у него там членский битл дпр торчит как билет если мне его дадут я буду им гордиться и для меня это важное достижение моей жизни то есть человек пришел то есть у тебя значит тут какой день рождения значит не знаю например твоей мамы значит собрали все родственники значит все это самое и все это вот какая твоя мама молодец сына-то какого вырастет такой встаешь дома спасибо как бы ты стоишь членский битл вот смотрите какого сына да мать воспитал раньше раньше я фантазировал о четырех женщинах которые меня ласкают а сейчас наверное вот это фантазия будет моя основной о полном значит застольном столе родственников там салат оливье значит да то есть водка там пиздец значит соленые значит там залупы и все на это вот илюха там аж молодец в лдпр стопил не то что это болтус да вот это такой-то по интервью со лдпр уже состоит про оппозиционеров я много чего слышал но сам оппозиционер дпр оппозиционная партия это я прекрасно понимаю ты можешь смеяться насчет оппозиционности но если у нас будет хотя бы большинство если я уже член лдпр я могу так сказать тогда совершенно по-другому все пойдет никакие антинародные законы не будут не будут приняты для час уже просто нет вот какие на антинародные законы вы бы депутат мэдисон отменили вы первым делать ну во первых может быть что-то мы бы не отменяли на всякий случай но вот вы стали легальными абсолютно потому что русскому человеку надо куда-то при может быть вот смотри это же всегда цепочка каких-то вещей делаем проституцию легальные разрешаем людям просто прийти у себя в доме от где сейчас как разливное место разливного пива делаем блять магазин выеби жопу блять там стоят специальные тёлки просто жопой блять заходишь 5000 рублей запяли это неважно потому что сейчас я там продают какой дерьмо это неважно это будет это ну короче говоря это мы все как-то сделаем аналогами облагаться не будут потому что будет малый бизнес самозанятый самозанятый жопой блять короче люди приходят выплачивают блять отдыхают блять приходит домой никакого негатива никто не бьет жену блять уже второй вопрос решился кому если он постоянно убьешь и вы нужно вообще в кого-то стрелять там или еще где-то хуйня нет конечно такого не был это полный феминизм полная победа блять при этом матриархата и патриархата одновременно как бы все столкнулось и великолепно и дало всплеск взрыв так сказать как у кодзима было последней игре лондонский мост упал так ты неправильно аргументируешь правильно так ты значит теперь практически депутат госдумы ты значит за православие духовность рпц какая была самая православная духовная страна в мире российской империи этом никто не будет спорить а в российском перри проститутся было легально соответственно почему сейчас без духовность почему сейчас люди не любят православие почему сейчас не ходит церковь потому что нет легальные проститутся это это логическое что неправильно за шлавный за что слишком близко к церкви поставил проституцию мы должны отделять все-таки такие вещи плотские и духовные утехи должны конечно сегрегироваться он правильно говорит ну да с пятницы по воскресенье сделаем сделаем именно так воскресенье шлюхи не работают только чем ну потому что утренние утренние сутра но сутра конечно нет но вечером тут я не на все стопроцент пускай же и время радости я говорил так буду как сам антиправославный я немного ошибся буквально на на один делается проститутками великий пост ну встречая встречая гостей они значит дают только блин на на постном масле так сказать без смазка на постном масле может и так стать действительно постная смазка это интересно со вкусом березового сока блять да я не знаю чувак че ты басту натуре я те горю сделаем так что всем будет все нравится и блять тем как учебу если кому-то что-то не понравится так всегда кому-то что-то не найдут нахуй блять за мы убедим что им нравится то что не нравится блять вот идея в том что людей не могут убедить именно в том что что-то идет им на пользу а ведь это так просто сделать блять это же просто пиздец на только этим и заниматься сейчас до повышая возраст блять пенсионы они пытались провернуть именно эту идею типа блять зато мы живем дольше блять получим когда-то больше и так далее надо было не так надо было полностью отменить пенсии и сказать из детска классно мы живем дпр 30 лет новый мэдисон блять вы кстати зададитесь лучше вопросом блять почему погрома есть знаете почему я еще хочу вступить в лдпр с меня ну они говорят но это они сказали от этого картинка почему мне бы этого хотелось не надо не на не показываем хорошо короче мне обещали что в следующем году мы поедем по россии с мальчиками да с ребятами и мы мы будем раз я не прочитать не качестве хочет баню блять очень часто потом горишь можем мы возьмем лдпр лдпр женщин в баре не берут успокойся ну я я возьму я еще может быть низу как бы как будете самые король возьму ки в чем идея мы будем ездить проси раздавать мерч я буду с вами общаться блять как это чисто поле приедем блять дам вам кружку лдпр у меня сочи спросите все отвечу у него это сохранится точно блять это же такой охуенный контент я просто не понимаю людей блять мало того что идеи партии совпадают с моими идеями так еще на какие департам да все блять а какие вам не нравится идея и тебе нравится а как не нравится как идите нравится каждый мужику бутылку водки плохая блять идея шикарно и сейчас она не педали и педалируется какие еще дети нравится да любые абсолютно какие вы кому блять пошли против бона поддерживать свою мысль на это не идея это тактически этот самый я тебя понял блин это интересно все патриоты когда им прижимает они всегда идут в лдпр потому что именно лдпр потому что никогда не был патриотом российской федерации у меня такая ситуация была в семье допустим один из членов семьи не получал отклика так сказать писал во всей инстанции департамент популярно рассказывать а егора амэта типичный лдпр вспомните что на круглом столе как только пришел пришел вв он за пять минут свел тему круглого стола с экологии на необходимость открыть публичные дома под для военных частей по поводу военных частей я не знаю какая позиция лдпр но сейчас много серьезный скандал идет относительно вот этого товарища который там расстрелял так далее по поводу обязательной службы в армии во-первых призыв только по месту прописки с двумя выходными днями каждую неделю и свободная материна и что чем это помешает что война все типа на выходных ты это просто идиотизм ну границ с китаем значит ты живешь на границе с гитая туда надо посылать контрактников если кто-то хочет реально там на границу китаем в опасные действия я думаю просто сделать что опасного на границе с китаем мало ли что может случиться коварные баутники или я что выбираешь green card с сша ли членство волны в лдпр выбрать может только одно членство в лдпр конечно не как бы мы мотивом пришел в неистовое состояние вот господа сейчас засылать ему тролльские донаты мы деснать сбытка в жириновский выступать если увидел как бы на каждом начать пункт часа отвечать гуманитарий на меня все краснее выпадает у тебя сигареты да как и гославе не одобряет вопрос пришел поддерживал дпр пишет совесть ты поддержишь тех кто крадет у твоих сограждан будущее сколько тебе заплатили ну давай поговорим об этом с тобой подробнее во первых я не вступаю в партию который сейчас права провластная про который который просто власти до при которой говорят что она что-то городе я поговорил с людьми которые состоят в лдпр поговорил узнал и понял что это действительно партия которая хочет вот смотрите ребята если в следующих на следующих выборах лдпр проголосуйте и у нас будет парламентское большинство россию вы увидите абсолютно новый сейчас конечно вы можете уже папа папа последние варианты потому что владимир футболистов и нет он все пытается перекинуть на меня клеймо националиста но ребят и зарплату футболистов причем из нации но мы я веду это из рассказа про то когда я экстремизм привел к ну короче это неважно короче говоря ребят голосуйте за лдпр и пьяным эдисона у меня на стриме сидит и призывает голосовать за лдпр вы знаете я конечно по разному себе представлял будущем это сейчас говорю без троллинга ребят если кто-то еще когда-нибудь вот я не знаю если даже меня применим приняли в лдпр если я буду членом я постараюсь сделать все возможное чтобы ребятам доказать из лдпр свою как бы надобность и я ребят донесу идею русского национализма и все остального да я единственный кто будет топить но при этом без перегиба без хуйни вот человек который неадекватен некоторых своих до речевках они идейные вот и госпожа тоже абсолютно идейные люди которые вот действительно давайте мы там захватим русские там вперед и так далее никогда без он заходим до освободим от чего освобождите собрались никто ничего не захватил нам бы отдать парочку нам бы отдать парочка территории сандра конечно же вся восточная европа вы на сами все-таки вот конечно конечно же на выпившие и трезвый суп вы очень слабый как бы вместо модели скажем так они до места но за русский не все за настоящих русских которым ничего не надо и то же время которое всего хотят ваша лень будет вознаграждена это самое время туалетную паузу имени сармат поставить опять пойду писать блять